чего я закончил прошлый год если помните мое послание на 2024 это было открытые возможности дверей да это откроется врата которая бог открывает они поднимутся для 2024 врата невозможного возможно удивительный для многих и я затрону одно место писания которое очень интересно я продолжу это откровение 3 глава 20 стих вот стою дверь и стучу кто услышит мой голос открою дверь к тому я войду и буду ужинать с ним а он со мною слава богу что не не завтракать правильно а то бы мы с пасторами или братьями вы завтра может быть и не успели но на самое главное здесь части о том что еще говорит я стою перед дворей то стукаю я шик все ктось почуем и голос и ветчины двери я зайду до него и буду вечерят из ним один земною фактически это невозможно невозможно быть сюрпризом потому что нужно открыть будет дверь ему не это не будет сюрпризом для тех кто ожидают что он придет часто бывает что мы неожиданно когда люди к нам приходят неожиданно нас наша тем что мы кушаем поперек горло обстановится да этот ужин не станет вам поперек горло если вы его ждете он говорит я войду и преломлю с ним этот хлеб завершу то чего чего я начал я верю что об этом месте и шуа говорит чуть раньше в события когда он говорит как я хочу эту пасху провести с вами помните с учениками он говорит очень хочу потому что это пасха именно отражение той по того пасхального вечера когда израиль исход и выходил из египта некое освобождение от рабства по эта проекция последней вечерей на земле и шуа со своими учениками что последствия все поймут как освобождение от греха от рабства греха от господства дьявола человеком я понимаю что вот этот момент и шуа говорит я эту вечерю сильно хотел бы провести с вами но интересный момент каждый из нас проходил седр помните да и мы делаем каждый год и в этом году мы тоже проведем седр седр это не просто как сегодня у нас к его проявление хотя это и есть напоминание нам о том что сделал господь в ту ночь до которой бы который был предан он взял хлеб он взял чашу но также мы мы помним весь седр то есть то что должно было происходить там ни одна была чаша и он преломил хлеб и он рассказал обо всем мы это делаем каждый год и вот здесь луки 22 глава 16 стих говорится говорю вам что я уже не буду есть ее то есть песок пасху до тех пор пока она не совершится в царстве божьем мы очень ожидаем того момента где мы с вами именно призванные по божьему благоволению до попадем с надеждой то божье царство и вот возглавленного сына и еще говорит о том что он да здесь перед песоком которую он должен совершать я очень хочу это но говорю вам что я не буду есть пока не существует то что в откровении он говорит я войду и совершил вечерю с ним а он сам а он со мной до намекает о том что я хочу завершить с теми спасенными людьми последнюю часть то есть последний отрывок этого песаха я за войду я буду вечерять с ним а он не позвал будет отуземление просто поедать и кушать да а он будет совершать вечерю со мной и говори говорю вам что я уже не буду пить от плода виноградного до тех пока от тех пор пока она не пройдет в божье царство то другими словами луки это уже 22 глава 16 стих он говорит последнюю чашу а мы ее не пьем если вы помните до чашу на на седоре эта чаша в иудейской традиции это чаша или у нас эта чаша называется чаша царства об этой чаши еще вот эту чашу я не буду ее пить пока не совершится именно топ т пасха то есть не завершится то есть песок то вечеря которой необходимо будет ее завершить и не случайно как я уже говорил все сегодня у нас любопреломление символично нет это богом установленное время как я уже говорил о том что это чаша чаша царства я понимаю что сегодня в мире то что происходит дает как бы для некоторых людей рассуждения или раз разносить такую тему как тема последнего времени да мы понимаем что смотря на то что происходит сегодня в мире можем сказать что действительно мы как будто живем последнее время ладно в украине происходящее но и в израиле то что происходит в израиле точно последнее время а что происходит с в америке в в египте там в европе и все остальное с этими всеми движниками точно сто процентов мы скоро увидим миссию мы начинаем петь скоро придет машину может быть но я хочу одну вещь сказать на сегодняшний день при всем то что происходит мы на действительно ближе к его предшествию чем мы были вчера мы сегодня ближе меня не пугает сами события последнего времени они должны будут быть они должны быть происходить и мы читаем об этих вещах да еще об этом говорить но знаете что меня настораживает настораживает состояние людей и особенно верующих людей люди как будто уже привыкают самой идеи конец света я живу в конце света конце туннеля я живу и уже они привыкают что так вот сложно несмотря на события тех знамений привыкают и не понимают что именно сценарий последнего времени он ужасен он просто-напросто катастрофически опасен для каждого верующих человека потому что еще вы найду ли я веру на земле приду ли когда приду найду ли уснули дайте невесты все ожидающие жениха где же масло вот тут и дайте выходит нас на на поле библейский сценариев последнее время нет не то что сами события и знамения не выходят на поле обсуждения но отношения с богом каковы отношения человека последнее время особенно как близко мы хотим быть с богом в это время когда приходит трудности переживания то что мы замечаем и видим или же привыкаем ко всему тому что происходит и ведем по течению со всем остальным дерьмом что вопрос давайте рассмотрим что происходит в этом отрывке от откровения иоанна первое он стоит закрытыми дверями стучит там другой перевод еще есть то это слово если вы возьмете значение этого слова она означает греметь издавать звук или стучать другими словами очень часто за закрытой двери ты слышишь что происходит иногда там стучат кричат люди откройте или же там тарабаня далее либо можно стучать по-разному вот это вот это слово которое все стою двери стучу я там стою за закрытыми дверьми издаю звук катастрофы ситуации кричу ору понимаете да вот это слово можно использовать второе весьма интересно он говорит кто услышит мой голос когда кто-то кричит когда кто-то шумит сзади кто-то был у вас такое что вы дома где-то суетой занялись да вот а к вам должны были прийти гости вы не знали когда это что придут они приходят да они стучатся вы их не слышите у вас включена музыка громко прославление поклонения аллилуйя слава богу они стоят тарабанят там тарабанят уже звонят там ладно используют этот самый телефон а ты увидел а точно ведь я же стою уже полчаса здесь возле дверей и что открыть сложно и ты думаешь а я ничего не слышал я все был в дамса в небесных своих откровениях прославление в поклонение звук шума его понимать о чем я говорю да он стоит услышит кто услышит мой голос если в твоем доме сильно много шума от постороннего шума так что ты не сможешь услышать его голос беда третье отворит ли кто не зная кто за дверьми если ты не знаешь люди сегодня понимают что последнее время а кто там стоит чей голос мы слышим еще говорит мои овцы знают голос мой и я да и они нет то есть я им от открываю но здесь вопросы откроем ли мы четвертое еще говорит о вечере как я уже напомнил ужин преломление хлеба с тем кому он пришел завершить последний этап песоха царство добрый и верный раб войди в что славу господину свой то есть войди в это благословение твоего господина потому что ты был найден верным послушайте это это очень важные темы для для нас те кто живут в этом непростое время каждый из этих пунктов мы можем разобрать чуть попозже либо подумать об этом дома я вам это оставляешь вы об этом подумали но сегодня я буду говорить о деталях которые нам не приходят в голову да когда мы говорим о дверях хотя это это деталь является на тем частью дверей и само собой подразумевается важно деталь двери какая скажите ручка ручка это такое можно может иметь может нет двери сегодня есть такие двери которые ручкам не нужно там автоматически открываются да только стоит помахать они тебе откроют или даже можно пальчик поставить уже откроется важная часть дверей которым мы говорим о дверях это их петли на которых они висят когда мы говорим о дверях мы уже сразу подразумеваем о том что эти двери должны чем-то висеть а я не забиты они не за не заколочены да там они а да даже если там есть ручка а мы по автоматически думаем что когда идут дверные двери до в этот проеме они идут сразу с петлями двери завтрашнего откровения должны висеть на петлях сегодняшнего послушанием внимательности и распознавания времени вот эти вот петли когда которых открываются двери это послушание хотите об этом подумать подумайте мое личное понимание верь каждый человек верующий должен быть послушный богу все стою дверью стучу можно открыть если две ручки нету да а если нету послушание то есть нету этих завесов да на которых висят двери ты не откроешься дверь тоже вы понимаете о чем я говорю здесь очень важная тема однажды я же говорил одну проповедь давно давно я даже не помню когда это было стул стол кровать и лампа помните нет это история елисея бог и богатой женщины из шунер шунема шунем или как-то и и обговор и говорят еще часто шумонетянка не шум как вот песня которая выпили украинская там какая-то группа до 11 шум шума динься там что нету давайте мы почитаем чтобы меньше разговор почитаем 4 царств 4 глава с 8 по 17 стих однажды элисей отправился в шунем там жила одна богатая женщина которая уговорила его остаться поесть и всякий раз проходя мимо он останавливался там покушать кто бы не хотел ты и пока ты идешь черноморск можно остановиться на это самое там у нас что нас черноморка да там и там тебя всегда будут ждать покушать ну по вы поел пошел дальше она сказала мужу я знаю что человек который часто заходит к нам святой божий человек давай сделаем на крыше маленькую комнату поставим туда постель стол стул светильник для него когда он сможет остановить останавливаться там всякий раз когда будет заходить к нам если историю все почитают мы поняли потом о чем я буду говорить однажды когда элисей пришел туда он поднялся в комнату и лег потом сказал своему слуге гиези позови эту шума не тянку или шуна митянку он позвал ее и она пришла к нему или сеть сказала ему скажи ей ты так хлопотливо хлопотала ради нас что для тебя сделать может заболнить о тебе слово перед царем или начальство начальника войска она сказала я живу среди своего народа что же сделать для нее спросил элисей если сказал да вот сына у нее нет а у нее муж уже стар это послушайте когда вот этот момент говорится это не означает что она была бездетна имеется ввиду что она не не могла зачать это возможно возможно что у нее уже были только одни девочки но мы не знаем да но самый важный момент у нее нет сына кому передать все то богатство которое у нее у них есть вы слышите нет как бы нету наследника так далее есть сказал позови ее а позвал ее и она стала в дверях примерно в это время в следующем году сказал и елисей ты будешь держать на руках сына нет мой господин возразила она не обманывай свою служанку божий человек она сразу ему говорит ты слушай не разводи меня на это это не стоит того да но вот эта женщина забеременела и в следующем году примерно в это время родила сына как и сказал ей элисей мой вопрос сегодня ко всем нам в этой истории она очень интересна что я о ней говорил примерно несколько лет назад в общине но я немножко поверну ту тему на вопрос очень простой если у нас для бога комната наше нашем жилище в твоей моей жизни той по жизни как которая мы называем суетной повседневной жизни если эта комната для божьего человека если ему место наши с вами покаяние фактически это как история этой женщины понимая важность посланника дать она умоляет его остаться когда мы нуждались вот и понимали что только он может иисус ишу дать нам ответ на на наши вопросы жизни мы как-то так в нужде найти призвали его вот будь будь со мной зайди вот вечерю покушать со мной мне так хорошо и на очень приятно когда бог прикасается к нам когда он меняет нашу жизнь нам приятно когда у нас гостях правда научит их бы хорошим и осенью такое было присутствие прикольно божье присутствие и вот когда мы приходили к богу то есть мы нуждались мы заметили что этот человек то есть еще вода он меняет жизни мы его пригласили и с ним иногда проводим время иногда приходят люди которые еще не сделали шаг к водному погружению до завета они приходят собрания так и нужно нам так классно прикольно здесь если бы много бога да вот так вот и немножко как бы еды хорошей мысли хорошие здесь говорят и вот она похожа вот на этом мы приглашаем мессию войти наш дом остановиться вечерись я так вижу вот покаяние похоже то что это женщина делала богатая между прочим она не была еврейкой и видя все это происходящее она будет нам классно пускай приходит потом вы знаете осознаем что нам что-то нужно в жизни менять реально нужно менять и делаем некое пространство для бога потом мы в наших собраниях либо наших домах мы просим его не покидать нас то есть оставайся с нами утешай нас мы ответим на наши молитвы мы очень нуждаемся в этом все начинается с приглашения на вечерю да вот все начинается покушать вы когда-нибудь знакомились просто так чаще всего вы знакомитесь и становитесь друзьями когда вы приглашаете конкретно вы приготовили кушать приглашаете и начинаете там общаться там начинаете дружеские отношения здесь в покаянии или же приходит бог богу та же самая история ничего нового в жизни человека нету нового да ты приглашаешь начало проводить с ним время и это нормально и потом каждого из нас есть желание построить ему пространство время где бог будет постоянно мы будем с ним там встречаться это возможно найти вот какие-то жертвы мы делаем жертву времени жертву как бы отношений мы начинаем строить нечего какое-то жертвенное время или пространство для того чтобы наша встреча с ним или же его аст приход ли к мой мой так то чтобы он оставался там был постоянен чтобы он видел что мы что-то делаем жертвуем да мы уделяем нашей жизни особенное место богу молитва чтение писания сама мотива созерцание ли же самообразование библейское образование то есть мы идем на конференции идем же как бы и в семинарии какие-то события мы начинаем строить служение волонтерство десятины начинаем давать многое другие дисциплины которые мы начинаем отделять в некую комнату которая посвящается ему а послушайте очень интересная тема потому что на пространстве которая есть у нас нашей жизни мы начинаем выделять жертвенно выделяет особенное время лежат особенное пространство для бога эта женщина говорит он у нас нету больше места кроме крыши вот наше пространство и мы выделяем они жертвуют с мужем она просит мужа хорошая женщина между прочим не мужу дошло то ей и она как бы так немножко под нажала давай пойдем на собрание давай сделаем то и другое третье и построим там служение наверху выше чуть-чуть чем они живут и вот здесь наши жизни мы выделяем время последнее самое важное что произошло бы у этой женщины что мне очень нравится наверное наверное вопросы к нам а ключи права собственность на комнату кому мы отдаем чаще всего мы в себя оставляем эта женщина делает очень интересное заявление которое наверно шокирует и вас я наверно откровение которое тоже получится надеюсь она вы возьмете в это время значит что над на своей территории человек строит пространство для божьего человека которое становится по праву только этого человека божьего человека заметьте она не возмущена вообще-то знаете тем что пришел или сей когда захотел а уходила не знаю часто ли нет но она заметила и значит ходил по посту по божьему направлению куда бог посылал говорит делать то что он бог его послал делать он пришел лег проснулся и говорит а классно удобно не просто пришел покормили теперь иди отсюда и еще отдохнул посидел помолился а кто-то вообще-то сделал позовите мне эту женщину знаете она делала все это жертвенно без без выгоды то есть даром улавливайте саму тему вы можете сказать конечно же дело тонкая восток что интересно что если мы заметили этот местописание элисей говорит позови женщину а потом обращается к своему слуге говорит скажи ей она сильно много она схлопотала спроси ее что есть делать а в это время она стоит в проходе дверей у нас же женщины чтобы сказать не поняла одну секунду я ему ужин завтрак и все открыто мы же своей семье пожертвовали все это построили за насчет он здесь живет все это за на насчет электричество и все остальное и он просто по использует посредника как-то так уважительно нужно было бы и обратиться если бы не я вообще-то он ничего бы это не смог бы иметь мог бы походить мимо нас же так часто бывает я же так много жертвую а меня через посредника просто общаются со мной через помощника группы прославления или там через волонтерские группы какие-то обращаются ко мне что лично позвонить и трудно поговорить ситуация очень интересная после вам показываю историю еще можно проследить одну важную деталь данном тексте никто из вы не увидите что бог ей сказал построить эту комнату бог мог сказать но он не сказал потому что у бога было разные варианты хочешь принимай странников не хочешь не принимай стране хочешь можешь построить это для него хочешь я найду для него другое место бог и не говорит но нечто она видела жизнь этого человека с начинает открывать свой дом и пространство служа ему безвозвездно то есть как в том мультике абсолютно даром абсолютно даром у бога уже был несколько вариантов как я уже говорил может принимать не принимать кушать кормить не кормить он дальше пойдет я вот я его обеспечу и так делает добро мы дальше что не ослабеваем когда мы делаем добро послушание ветхозаветнего времени немного отличается от послушания современной нашей молодежи нашего поколения знаете чем там она послушание и шло от того что я уже служу мне ничего этого не нужно некоторое гостеприимство и желание служить перед богом независимо было от выгоды которые люди получат от бога понимать о чем говорю да у нас же немножко послушали послушание она зависит от выбора аргументированного мнения мы начинаем аргументировать а почему нам это нужно послушаться бога а если еще варианты которые можно еще взять для того чтобы можно было сделать то что нам и важно или же интересно вы замечали нет когда ты слушать давай мы сделаем это вот там накормим и тех же из наших людей которые голодные там или же не голодные но может быть мы послужим их через чашку че супа да и начинаются аргументы от чего завтра не послезавтра почему в 11 часов они в 6 часов но там же людей будет больше и мы начинаем иметь послушание с неким таким взглядом именно аргументации аргументации такой почему за что как когда почему и выгодно ли мне это в это время прийти послушание этой женщины имеет никогда эти вот очень важную цель она была основана вот на откровение призвание своего служения божьему человеку послушайте внимательно она была послушана на основании откровения в служении они на основании ее жертвы для служения сказать запутался всем то моя задача вас запутать вы дома уже потихоньку начали думать и рассматривать он ее послушание было основано на откровение служение они на той жертве которая она вложит и когда она вложит построить устроить все что нужно и потом вот это послушание в служении то есть не на жертве послушание потому что многие люди как много я сюда вложил как много сюда принес как много я все это организовал я это все сделал все и теперь как что-то все бросить теперь из-за этого и потом они тянут эту ляму извините за выражение да такое они тянут это все потому что уже как бы это не было откровением это было неким выгодным положением я пожертвую я буду служить я сделаю это для того чтобы я имел что делать друзья нам нужно пересмыслить 10 стихом мы можем найти ключ к откровению нашего отношения с богом давайте смотрим давай сделаем на крыше маленькую комнату поставить туда постель стул стол и светильник для него тогда он может останавливаться там всякий раз когда будет заходить к нам украинскую широю мовую еще разу колу виндзах заходы мы до нас то сможет там подшиты другими словами очень интересный этот факт вот эта фраза этой женщине которая вы не знаем ее имя нам же наш шуман шуманинская эта женщина откровение которое мы можем увидеть это вот в чем что когда он захочет остановиться в то время когда у него будет задача от бога куда-то идти когда он захочет или иметь желание остановиться отдохнуть он может это сделать улавливаете нет у нас очень часто есть одна проблема мы хотим бога сейчас много и вот как бы по максимально его чтобы он сделал то что нам нужно сейчас данный момент в этот факт и и не уйду пока он это не сделает мы контролируем его что он должен нам сделать и он должен для для прийти он должен нам обязательно одно другое третье сделать да и мы хотим проконтролировать бога который делает что хочет дорогие друзья он нам ничего не должен он же все сделал ради нас он послал своего сына на смерть чтобы мы имели свободу что мы имели на самом деле свободу благодарить бога быть свободными людьми и с ним же не дарует нам всего остального мы говорим сегодня к тем кто хочет иметь этот некое положение подумайте что я не хочу бога что он действовал прямо сейчас или не было бы исцеления я очень хочу и не воспринимайте меня как неверующий человека наоборот я бы хотел чтобы пришел и все изменилось прямо прямо сейчас да но я не могу наставить на том ему что ему делать помните историю что на пути к исцелению да и еще и шел с толпою и вдруг остановился потому что почувствовал что от него вышла сила пока он разбирался женщина имеющая кровотечение до приходят к нему и и как начальнику синагоги давать типа поздно дочь твоя умерла если бы не эта женщина то было бы все нормально пойти смысл до дуэслами еще имел цель на этой цели у него была возможность исцелить эту женщину и он остановился другими словами этот пророк имел откровение от бога идти какой-то то ли другое место женщина которая построила у место говорит когда он захочет он сможет прийти и сделать то что ему захочется сделать я не могу его контролировать это его место это у него ключ это даже то что там в моем доме это его собственность когда он захочет всякий раз когда будет заходить помните ешуа отдал ответ одному фарисею 28 глава 20 стих матфея фарисею который желал следовать за ним и здесь как бы это вот как это вот картина с елисеем как раз показывает мне немножко круто ссылочку на ишуа он говорит у лис есть в норы а у птиц из гнезда а сына человеческому негде голову преклонить говорит ишуа каким образом я увидел таким образом я увидел что или сейник именно путешествующий по земле был похож на ишуа шуманитянка заметила его с мужа построили комнату на крыше и сделали вход просто оборудовали для того чтобы этот человек да пророк захотел и заходил когда ишуа говорил о том что у него нет места где преклонить голову это не означало что у нее не было семьи он вырос городе он приходил туда где была вас я посещал свою семью ему говорили не не его лежит все остальные братья среди нас мы же знаем у него были друзья которые находились недалеко от иерусалима вифании недалеко были у него было место где поспать но когда он говорит об этом уговит о том что у меня есть цель в этой жизни не обогащение не спать не и не как бы не не чувствовать себя как бы вот что мне все обязаны у меня есть цель у меня есть живая вода которую хочу дать вам чтобы вы имели отношение с богом чтобы его присутствие было всегда вашей жизни это слово он говорит женщины у колодца у меня я источник если бы ты знала его задача была искать людей и вот на этом пути поэтому говорится у меня негде приложить голову меня очень вдохновила вера этой женщины которая мы не знаем ни имени но знаю что она не еврейка она послужила своим имуществом божьему человеку не имея корости от того что она знала об этом человеке вы знаете чтобы слуха или сей он сильно был распространенный человек который помог вдове не умереть памяти чудо какое случилось масло а еда а дочь а засуха а смерть только нужно было помолиться этому пророку я же как бы таких пророков еще мало встречаешь писание и ты понимаешь что она четко знала кто этот пророк второе впечатление которое я получил от от этого отрывка что что она могла доверять богу своих разочарованиях хотя о чем это очень очевидно что эта женщина не только набожная была она сильно верующая была в бога израиля потому что жила среди евреев она верила что пророк как я уже сказал он не такой святой но он и божий человек имеющий власть солнце до дождь слова жизни смерти и она имея ситуацию в жизни не использовала ее как многие из нас могли бы это использовать я имею ввиду ну реально у нас же писание говорит о том что просите дано будет стучите и трое это творится вам в чего бы не стучать ведь это наша непосредственно задача быть на эти вот молитвенниками просить у бога она все делала без всякой корости служила устраивала жертвовала без всякой корости получить что-либо от этого пророка и даже не приходило на разум что можно было просто попросить пророка исполнить ее заветную мечту не приходило о чем я мы очень современные люди мы даже не понимаю как жить без того чтобы не просить мы понимаем это все не везде нужно просить а можете сделать а не можете сделать ведь написано чтобы мы просили и за то чтобы мы стучали в небеса просили у бога о том чтобы наша жизнь изменилась просить все то что для святой благочестивой жизни и только за то чтобы мы просили бога закрыть небо и прекратилась война он также нам нужно молиться и просить о спасении израиля против духа антисемитизма нам запасить о здоровье для многих но я говорю о том что иногда мы так много просили что просто уже нам стыдно просить опять нам даже не хочется надо просить вот что уже так много времени прошло нам уже даже не хочется просить а дети которые не ходят с богом а привычка которая опять прорывается и у нас опять начинается тоже старая жизнь которая у нас и мы как будто становится рабами мы любим бога но грабами каких-то ситуаций которые не завершаются да вот и нам стыдно просить о том у бога но мы не по-прежнему любим бога служим бескорыстно наслаждаясь нашим призванием иногда он каждого бывает бывает так или мы не видим счастье свое которое мы бы хотели и это поговорить бога я богобоязненная женщина тоже тоже такой ситуации как мы иногда бываем смотрите однажды как я уже читал мои елисей пришел туда поднялся в комнату и лег потом сказал своему услуге гиезию позови ту шуманитянку он позвал я и она пришла к нему елисей сказал скажи ей ты так хлопотно ради ради нас хлопотал ради нас что для тебя сделать может замолвать я тебе слово перед царем и военачальником она ответила то есть она попала в просак она попала в ситуацию которая ступор она говорит ничего не надо я живу среди своего народа у меня все есть если я живу хотя и не еврейка среди на своего народа не знаю заметили ли вы или нет но она не говорит что ей нужно еще одна вещь как я уже говорил елисей говорит позови эту шуманитянку а можно перед его сделать на современный язык немножко позови эту молдаванку даже не знает ее имя как иногда нам бывает посты даже моего имени не знает классно я тут горбачиваюсь делаю работу а мой лидер в служении даже не знать как меня зовут позови ту молдаванку болгарку грузинку армянку позови ее а потом еще говорит через посредника ты скажи ей скажи ей скажи ей пожалуйста что ей надо то что надо потрачила услышите этот момент такой у нас же как внутри бывает такое не знает обидно до слез обидно что я здесь так служу так много обо мне моем то что я делаю никто ничего не видит не знает она не стала в дверях и руки так секундочку дай разобраться ты не раз здесь останавливался напомнить тебе об этом поел поспал знаешь у канона мне стоило чтобы ты поел поспал а нашей семье сколько мы здесь строили как мы долго это строить как в рессе мы пробивали эти все возможности ты знаешь сколько это коррупции у нас в стране чтобы можно получить было разрешение на строительство мы не спрашиваем просто построили я кусок хлеба забирала от детей у нас же так же может быть тут конечно нужно дать уважение этой женщины она просто стояла в смирении большой любовью к богу и понимала то что она делала это было божье откровение даже тогда когда люди не знают его имени бог знает как тебя зовут потому что он говорит еще не было тебя в утробе матери как я совершенстве знаете я дал тебе имя еще тебе не было здесь на земле или все обращают внимание на голос гостеприимства и на ту жертву которая женщина делает и он спрашивает как нормально что мне тебе сделать пойти он понимает что нужно за заимственность то есть что-то не человеку сделать на добро которое сделаю тебе он понимает а женщина внесла большую лепту для божьего посланца что для тебя сделать сегодня этот пример для многих из нас он актуален нашей жизни тогда когда мы послушны мы жертвуем в этот момент нашей жизни мы даже иногда труд затрудняемся сказать что нам нужно поможет сегодня встреча с зеленским а встреча с вашим нашим главнокомандующим заложным то то что он говорит тебе нужен встреча зеленским или заложным и она горит дадись даже не знает что мне этих надо я спрашиваю вас сегодня что вам их от них надо уже столько проблем они решат ваши проблемы и она не говорит ему о своих проблемах кому нужна встреча с зеленским или же заложным я я не не сарказом говорю просто говорю то что говорит пророк о том что нужно сделать а по она просто отвечала ответила я уже с народом моим с украинским народом даже не то что я это молдаванками армянка американка так далее я с этим народом я здесь нахожусь я уже здесь нахожусь со своими проблемами ситуациями бомбежками совсем встреча зеленским или же встреча с заложным она мне поможет я уже с народом я же здесь любить тот народ которым ты находишься абсолютно при всех нуждах я ничего не нужно было и вот писание очень так четко говорит о том что у нее была проблема которая она не озвучила не было нас не было наследника и конечно она возмущается потому что пророк узнал об этом говорит и через год будешь иметь ребенка но я чем сегодня мое послание ко всем нам заключается простом уважение отношения к богам тому что он делает сейчас сегодня бог может тебя спросить этих ситуация которых которого ты находишься от вещи которые не исполнялись или же ты уже стыдиться уже что-то происходит да ты просто любишь бога делаешь работу служишь как ты можешь да и при этом боксе не хочет спросить а что тебе нужно ты потерялся и думаешь а что мне надо вроде бы ничего среди народа живу но он знает сегодня твои сокровенные ситуации он знает что мы можем обойтись без знакомств решал систем можно обойтись даже без денег хотя за все отвечает серебро серебро но не за не все может купить серебро но познать бога как любящего отца заботящегося она с вами таких отношений хочет сегодня отец небесный поэтому и шоуа говорит все стою дверью стучу если у тебя много шумов твоей комнате ты не услышишь мой голос ты не сможешь отворить на послушание где дверь просто откроется я хочу зайти в это в эти отношения завершить пасхальный седр обещание чтобы ты чувствовал что ты безопасности чтобы ты четко чувствовал что ты не оставлен и не брошен и даже тогда как ты не знаешь ответ на тебе на вопрос что тебе нужно я все равно позабочусь я все равно сделаю я верю в такого бога и в свете последнего времени меня не пугает ситуации как я уже сказал мне не пугает вот здесь знамение последнего времени меня напрягает отношения людей которые привыкают к этим ситуациям и теряются в том что служение богу она безвозмездно то есть ты не можешь ожидать от него что-то чего хочется а любить его так как происходит и в свое время это произойдет я бы хотел чтобы сейчас в конце вот что собрание мы стали наши ноги я почитаю местописания так как правша ул сказал ибо я уверен что не смерть не жизни ангелы не начала не силы не настоящие не будущее не высота не глубина не другая какая тварь не может отлучить меня от любви божией и шоу миссии господи наш если у нас есть такое откровение тот момент когда вы пригласили бога уделили ему место и когда он захочет он может прийти и сделать то что он захочет остановиться но мы каждый раз ожидаем что он там будет потому что все что мы из построили для него мы построили безвозмездно не ожидая что он чем-то нам должен об этом павел говорит ничто не может отлучить меня от той любви я хочу познать его как он познал меня самое дорогое самое важное пускай это дверь когда которых которая вот которую стучится еще откроется на нашем послушании это место которое ты приготовил своим послушанием она плохо приходила с откровением все стою у построена тобой комнате на крыше стою стучу если ты услышишь мой крик мой призыв и ты узнаешь мой голос из тысячи других голосов ты сможешь открыть дверь вещах висящий на завесах твоего послушания еще и ты тогда я войду проведем ужин вместе проведем этот эра в шаббат и ты там поймешь что все твои нужды могут покрыться одним вопросом что тебе нужно а